Еще вчера воды на этом мосту не было, однако за ночь ее уровень поднялся на 40 сантиметров. Сейчас он составляет метр двадцать. Практически ежечасно уровень воды поднимается на 20 сантиметров. Дорогу на село Красное Яблочко подтапливает каждую весну. Причина – река Пара, которая ежегодно выходит из берегов. Когда-то здесь был переправочный мост, а теперь от него практически ничего не осталось. За несколько десятков лет, когда происходит подобный катаклизм, местные жители уже научились жить отрезанными от всего мира. Например, несколько раз в неделю к шлагбауму подъезжает машина с товарами, аналог магазина, и сельчане покупают себе все необходимое. С лекарствами проблем тоже нет. В настоящий момент в селе Красное Яблочко проживает всего 12 человек, двое из которых инвалиды. С лекарствами обеспечены полностью, Сергей Иванович, надолго, поэтому у нас проблем никаких нет. Пролечились бабушки. Одна бабушка сейчас в больнице лежит, поэтому мы всех обошли, и, наверное, сто раз уже их обошли, с каждым беседовали. У нас таких проблем не возникает. Последние два года у жителей деревни появилась моторная лодка. На обоих участках дороги, которые теперь смело можно назвать берегами, дежурят спасатели. И хоть реку пересекают не так часто, помощь их все равно важна. Добраться до села не так-то просто. Лодочная переправа, а затем поездка на УАЗике, которому уже четверть века. Село Красное Яблочко – одно из многих, которое полностью отрезает водой от объектов социального значения. Посмотреть, как местные жители справляются с природным явлением, приехал начальник главного управления МЧС России Призанской области Сергей Филиппов. Экскурсию ему провела единственная школьница, 10-летняя Анна. Она вместе с начальником главного управления МЧС навестила местных жителей. Люди практически всем довольны. Благодаря различным службам жизнь в селе продолжается. Я, как начальник главного управления МЧС России Призанской области, удовлетворен той работой. Здесь и наша пожарная охрана мы переместили, пожарный автомобиль, и медицина работает. Я также поговорил с дежурным по ОВД Сапожковского района, где обсудили вопросы, что участковый также держит на контроле. И те мероприятия, чтобы не было нарушено жизнеобеспечение населения данного населенного пункта, все выполнены. Единственное, о чем просили местные жители, это построить переправочный мост. Сергей Филиппов рассказал, что работа в этом направлении ведется. В настоящий момент все переправочные мосты в области взяты на городской контроль. Село Красное Яблочко – один из шести населенных пунктов, которые отрезаны от других. По прогнозам сотрудников МЧС, их количество будет только увеличиваться. Мы прогнозируем, что наиболее опасное половодие ожидается с 9 апреля по 15-20 апреля. И это будет пик, так скажем, половодия, где, возможно, будут отрезаны, перелиты отставить около 22 мостов и подтоплено или отрезаны около 25 населенных пунктов. Сергей Филиппов отметил, что самая главная задача сейчас – это опережать паводок, а не идти позади него. Для этого ведется непрерывная работа. Ежегодно проводятся беседы с местными жителями и представителями различных экстренных служб. В каждом из отрезанных населенных пунктов дежурят пожарный автомобиль, фельдшеры и спасатели. Есть и положительные примеры, такие как деревня Терехово в Шиловском районе и деревня Бутырки. Там построены переправочные мосты и организованы работы спасательных служб. Теперь к этому уровню важно приблизить и другие населенные пункты.